Девушки отдыхают Девушки отдыхают Движение Вот здесь что важно Сохранять прямую спину И подвижный стол И опять же не убегать далеко Вот смотрите он бьет еще Не надо убегать сюда Если я ушел сюда Стоп Я защитился Но из этого положения Я сам потом еще не приеме Правильно? То есть это опять дотянуться Еще раз Вот здесь допустим Вот здесь уже хорошо Это не должно быть далеко Ясно? Работаем Раз, раз, раз Сейчас не надо Сейчас пауза между каждым гаммом Должна быть больше Почему? Потому что Только защищаясь Во-первых Нельзя победить Все что-то тут Настывали А что мы говорим Только защищаясь Нельзя победить Это как минимум А о том что вы будете пропускать Наверняка только защищаясь Это закон Понятно Если он смотрит Что вы защищаетесь Он и работает А вот вообще начинается Он бьет просто Как на бабушке буфет Начинается засыпать Нас пряник Понятно Поэтому Имейте совесть Не хватает Полежу Раз Пауза Два Два Дву Трещу Три Четыре Дву Пять Пошел Вышел 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 Не спеша Вы что-то начинаете Не долго Гонитесь Поэтому бывает Вы попали Вот если попали Не напрягаясь Старайтесь расслабиться Наоборот В то время Немного Вы должны Эту работу Привести над собой Если вы выпустили удар Вы должны заставиться Расслабиться На этом положении Потому что Если вы напряжетесь Вы будете Попускать еще больше Все В одну сторону Задача Ну как бы Максимум Такая Если вы научились Слабляться Сильными дамами Защищаться То это очень Большое место Стоит Даже Пропусти Где-то Что-то Это Умение Вы так Реагировать Это Очень Очень важно То есть Вы всегда Сможете Прослабиться Под сильным ударом Где-то Не будет Перпендикулироваться Как только Вы напряглись Слезу Значит Сейчас Сейчас Задача Следующая Вот та же работа Которая была Сюда На плечо Откладка Берем Вот так Кудем Пошел Откладка Тут же Живот И Раз Здесь Почаще Раз 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 Ясно 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 Называется Левая Левая Правая Правая Получается Один Упирается Вот так Второй Зай И вы работаете В этой ситуации По планете Сторона Раз Вторая Вторая Задача Опять Руки У всех Вот эта Рука Чешет Пяток Как минимум Вот здесь Вот это Два Основных Момента Внимательнее Позадай Плечо Живот Почаще Почаще Чувствую Чувствую И сопротивляться И давить Работать Расслабляйтесь Доставляйте себя Расслабляться Постоянно Но Рассадность И не вялость Значит Выдох Выдох Вдох Выдох Еще раз На горе Не слышно На горе Ветеров Не слышно Выдох И буки И силовое дыхание Короткий национум Вдох И еще раз Это опять же Одна сформа Делают И буки Такой Делают Такой Всякий Делают Смысл Не движения Делают Сущность Дыхание Сейчас Работа такая Впереди плечо Опять Ладонями Открытыми Работаем Сейчас Действуем по плечу Псалки Порст Поехали Раз 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 Переведут Не просто двое Можно бросать Одно Одно Общащие Можно отсюда На встрече Пойдем Пошел На встрече Раз 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 На движение Ушел назад Раз Раз Встретим Видите Вот так Впереди Несколько раз Двое Еще раз Двое На отходе сзади В сторону И Энтузиаз Еще раз И Оставляю Я защитился Он успел Давал там мастер Бокс Успел Но я Поставил колено Я закрылся Я поставил свое колено Между собой В противнике Я спрятался Да Это у нас не получилось Я сделал палку Пример Удавил еще раз Такая ситуация Но защита Немного важна Поэтому Чтобы это было Нужно Это бьете левый раз Наши колена Должны Как бы напротив него Левого плеча Только тогда Только тогда И Не спешите Разгибать Основная Скорость Коленок Вот здесь Есть потенциал Видите И теперь Прямо 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 Здесь Без него Сюда Как бы Носкнуть Еще раз Следите Загнали его, заслай. Хорошо? Давайте воздух. Видите? Вот, то есть, бам! Более жесткое движение. Вперед, раз, целый. Ну, конечно, копья, удар копья. Теперь садится топал. Так, да. Выделай сейчас его. Это уже больше похоже на копье, а на терпе танцы, это как половое швадо. То есть, чем бьем? Чем бьем? Осознали? Моги бьем этим? Или они там, а ваша стабильность вот этим бьем? Сейчас вот эти малыши бьем, да? Йога кирьеву, где это? То есть, чтобы было все четко. А когда мы блюем, вроде блют, вроде блют, а у нас здесь непонятно, что на конце здесь. Какой-то и блютки. Ники по карте не ставят, то ли, нет? По фолокам, как мы тут, скорее всего, скучно. Нереально. Там, вон, и, кажется, подсорь-паделос. Правильно? Это еще такой, как это, Жевской коммерции, запрещено, запрещены наши советские десантные саперные лопатки. Как страшное оружие. Даже, к примеру, отсюда, потом движение два. Вот рука стоять, видите? Рука стоять, я через руку пикатыкаю. Раз, сюда! Раз, руки, стопа. Подаю, шея. Солнце сметение. Скура, высок. Вы не попадете? Везде не очень будет. В руку попадете, если у вас рука заклажена, нормально, вы ее перерубите. Прецеденты были. Вы сами знаете, у вас тут есть, у меня рассказывает, контрольник, дыхание, уникум. Нет, что-то не вдыхайте, понимаете, выдох, держат, все, что есть, просто. Вот что-то и вдыхание идет, обычное. И теперь акцент на выдохе. Просто все, теперь вдох. Еще раз вдох. Назад, руки, и... И, зоди, прослабьтесь. Сейчас акцент, стой, 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 здесь, здесь, куда? Куда, здесь, сюда. Мягко. Теперь акцент готов, посмотрите. Все беды. Смотрите, в этом беды. Даже смотрите, подыхаю, как. Вот я встаю, сделаю таз. Смотрите, как работает таз. Сделаю таз, и снова. Теперь движение. Вот, как сделал Санчин Дачи, ну, я не знаю, вы знаете, у него тут звук, и вот так, да? Вот движение, таз вперед. Вот это, что должно произойти? Санчин, как с ним, вы понимаете, что вы сочетаете движение. Сами? То есть, я когда сделал движение сюда, вперед, и у меня полость зуба подтягивается вперед. Нет, это не горба, это спина. Это движение таза вперед, это подтягивание всего вот этого узла, помежности вперед. Что это дает? Это именно, и буки делаются. Делается кто? И потом, вот это. Или что это такое? Смысл такой. Когда вы делаете это движение, оно в традиции Юги называется Новый Бланк, нижний замок, да? Это три замка основных. Санчин это приводится, иногда три битвы. Три битвы приводятся. Тоже идет работать с тремя замками. Нижний, средний и головой. Что это такое? Нижний замок. Это внутренние мышцы. Это редкие информации. Все сфинктеры, сфинктеры, анальные сфинктеры, мочевого пузыря, должны быть не напряжены, потому что это гладкие мышцы, а сконцентрированные. И плюс еще мышцы, которые малого таза, внутренние мышцы таза и внешние мышцы таза, все мышцы, которые способны напрячься, они должны напрячься и будут подтягивать это все сюда. Раз. Дальше. Это первый замок. Второй замок. Горловой. Вот это горловой замок. Это что такое? Это вытягивание вот этой затылочной части вверх и назад. Потому что я у вас сегодня палки видел, которые с утра сидели. Строго вытягивает это. Что происходит? Горловой. Глаза вообще перекрывается. Вы закрываете здесь все. Третий замок. Это работа, живота. Он делается. Это, у Диана Павловна, сериативная история. Сложная история. В карате как вонат. Много разных санчин делается, в разных школах разные. Значит, но с ней основная проблема вот они подышите и слушайте. С ней основная проблема. Почему самая живота основная проблема? Потому что в принципе если этот замок делается правильно, то одновременно случается и этот замок, и вот этот. Сейчас я вам покажу. Вот смотрите. Значит, ваша задача здесь начать делать с животным движением. Вы должны обратить внимание на голову. Смотрите, есть внешний горловой замок. Когда просто вытягиваешь шею, он просто здесь закрывает. А есть внутренний то есть когда вытягивается здесь все. Вы посмотрите, есть несколько техник, я сейчас покажу вам. То, что как бы ну это как бы это просто вы посмотрите как бы. Для вот Юра он уже человек будет осведомленный. Для него это как бы тоже тема для размышления и есть. А работают и трогать не будут на этом семинаре. Значит, что происходит? Смотрите на голову. Видите, она там вот у нас. Еще раз. Видите, живо. Что это? Какая здесь работа? Видите? Он ослабляет. Он идет вверх. Дальше не стернет. Видно, да? Первый, это уже другая ситуация. Первый, замок как бы вот этот январь втягивает. Она есть тоже разная по глубине. Такая, такая, такая она присутствует. В любом случае, что вот эта та самая как бы идет та самая внутренняя энергия, о которой идет разговор. То есть энергия в любую сладинскую действие Е. Значит, что делает живот, для чего он нужен? Вот почему когда делаются и буки, идет голубавка, нижний замок? Дело в том, что когда идет подъем этих мышц, вся работа с животом она стимулирует железок и секреции, которые находятся на подчинке, половые железы, все. Здесь щитовидная, паращитовидная железа. Меняется от манипуляции животом и манипуляции тазом, меняется давление в полостях. Три полости основные, да, душевая, легкие и черепная корова. От этих трех замков идет изменение от этого давления. То же самое идет работа, соответственно, гормональной цепочке. Здесь увеличивается качество гормонов, головной мозг тоже реагирует, выделяет свои гормоны. То есть, почему, в чем вообще сила дыхания и буки, в чем его, как бы, спасительный, так сказать, элемент. в том, что у вас, когда проделывать его, у вас, как вставок аккумулятор включается. То есть, вы, знают люди, кто занимается, допустим, ударили, они же, пробили силу, там, плохо стало, да, Дело сделали и буки, нормально сиправили, все, тут же появились силы. Почему? Потому что дополнительно сразу все выстраивают сразу, вот та самая энергия. Потом смысл, в чем еще, как бы, работа, вот, я тут что она делает? Вот это душной замок. Значит, на уровне мышц живота, когда идет втягивание, это, как бы, первый момент. Развитие мышц живота внутренних гладких мышц, диафрагма. Вот, когда с анчим, когда тенсион, они развивают, развивают эти гладкие мышцы гладкому сплату. Ни одни упражнения физически не развивают. То есть, только практики йоговского направления к ним, ну, различные гунастики, в том числе как бы, как бы, эти, как бы, как бы, они, 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 в данном случае, подлыхали. Недавно они считаются, хотя они там простые, там, на три шага, они считаются высшим, как бы, высшим капиталом. Вообще, вырубить искусство, там, есть подробные вещи, НТ, там, и, делали подобные вещи. Значит, дальше, это, не нужно, дальше идет, когда вы глубже его втягиваете, идет воздействие на внутренний орган. Соответственно, оздоровление этих органов, работа выгодна с гормоном, дополнительной, по стороне застой. Дальше еще живот дотягивается до почек. А еще дальше, еще дальше, совсем, когда она совсем глубокая, она доходит, там, вот, есть вдоль позвоночника мышцы, не с этой стороны, не с той стороны, а с той стороны, гладкая, с кулатурой, изнутри, с стороны грешения. И эти мышцы начинают развиваться. И они, они тоже все тренированы, так. В процессе фактики происходит следующее, что, например, когда вы делаете наклон, и делаете одновременно этот замок, позвоночник начинает вытекать вперед, то есть начинает надлиняться, то есть за счет внутренней работы вы просто прикоряющитесь. Понятно, что вы сегодня делали вот это вот, вот это наклон. На первом этапе это достаточно, вы должны провести достаточно гибность. Так, чтобы пройти внутренне, понять, достать, нагнать силу позвоночника, и это, чем отличаться спорным от головного искусства, это вообще практик городских искусств, от практик настойчивых. Потому что спорный бой вот берет, силу изнутренних органов приводит в мышцы, и вы тратите, стареете. Правильные тренировки, они позволяют, вот внутренняя работа, о чем мы вчера говорили, позволяют тренинг в нашу работу загонять силу во внутренний орган в кости их позвоночника, вместо того, вы изживете больше, другого центра немножко понимаете, вектора принадлежат. Вот. И здесь вот, где она именно этим занимается, она, вот всю силу, все вот то, что происходит, она загоняет позвоночник, и вообще начинает вытекать вперед. Но об этом, как мы потом в отдельном поговорили, я думаю, что надо было коснуться важности дыхания, и что это такое, что это работает, как это. Потом, в ряд сочин, и ты сегодня покажу, как во время того. Сейчас, встали, значит, работа следующая. Сейчас совсем просто. Сейчас надеваем крючат, да, потом, сейчас одеть, посмотрите задание. Значит, мы ставим левую-левую сточку далеко. Смотрите, я дыху рук, значит, дотягиваюсь с небольшим шагом. Он открывает заднюю руку, вот так, держит, нет, еще вперед пошел. И я должен сделать, что я должен шагнуть левый ногой вперед и ударить правый. Раз. И вытянутся. То есть, это движение. Раз. И вытянутся. И тут же он. И раз. Ага. Значит, только без вот этого. Просто стоять и сразу движение вперед. И вот, кулак. Раз. Раз. Значит, здесь дозируйте, чтобы не разбить ладон. Раз. Перчатки там, два. Все вот это как. Кто сейчас пришел. Шаг вперед и выход назад. Значит, здесь при движении вперед толкается задняя нога, при движении назад толкается передняя нога. Возвращаемся в сторону. Не отсюда. не вот так, а точно по прямой. Проковое увели. Проковое увели. Раз. Хорошо? Давайте. все. 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 Начинаем с кулака, да? Кулак, как в шкаф, резим за яблоком, за калеком. Но, вот тут, что с животом происходит? Как будто здесь мяч такой. Это не просто движение вперед. Это не только корпусы вперед или не только скручивают. Они делают вот так, другие делают вот так. Вот это и другое надо совместить вместе, примерно, да? Рядышко. Но в то же время кулак начинает. Почему кулак начинает? Если здесь далеко, то кулак начинает. Посмотрите, это как бы среднее движение между скручиванием и наклоном вперед. Вот. Но дело со мной ногами поутрино наклонно скручиваем, оно не видно совсем. Так, вообще, что здесь мячик маленький, да? Я на руку нецел, по нему иду, так скажу, раз сюда, раз сюда. И плечом он не пролесает. Вот. Здесь угол жесткий. Адвёрт ее поставь. И сильно вызвать, вот не правильно. Ты сильный вбирайся. Вбирайся еще сильно. Вот видите, я вот в этом положении должен стоять так, чтобы на вся силу шла в заднюю ногу. Если вы стоите неправильно, Юра толпил меня в кулак, а он говорит, видите, плечом уехал, я не удержу все плечом. Потому что лежал на плече. А можно так встать, чтобы все шло туда. Вот. Вот этот угол точка силы. Как вы перекрутите, либо так упадете, либо так упадете. Вот эту точку силы вы можете сейчас поискать. Вот тут, последствия. Вот здесь поискать. Да, вот эту углу. И потом сюда, сюда приходим потом. Медленно сначала. Раз, потом и. Раз, я. Раз. И как только почувствовали, оденька, иди сюда. Смотри, тебе как. Забил. Пей. Ты хочешь что-нибудь поставить? Иди. Большой человек, иди поставь. А то скажешь, что я взяток, поставь. Выжить, как. Чувствуется? А? Чувствуется? Чувствуется? Вот. Вот тоже то и нужно. Нужно бить, чтобы потом, чтобы с этим можно было как-то жить. Понимаете? И чего вы занимаетесь? Ну, с таким ударом уже можно понять, что-то страшно. Хулиганом можно облакаться на пол. Сейчас. Значит, следующая задача. поискать вот эту точку силы, да, поискать. Почувствовать тупом, чтобы все сзади ногу шло. Как бы глячок играл, чтобы удар не умолчил. Кратэ, как бы, ну, любое искусство, да, кратэ, оно, прежде всего, оно начинается с принципа вот этого керфи-сазу, одним ударом по-малу. После этого начинается каратэ. После этого я вам говорил в начале, да, наберто немного. Поэтому надо выработать возможность обвести применять этические моменты внутренние. А другое дело, как бы, уметь, иметь. Лучше, как бы, пускай, он не поиск будет, знаете, давайте, трудимся. Еще точку силы и бьем. Значит, смотрите, акцент такой еще, важный. Вот здесь, когда мы бьем, попадаем, рука входит. Проводите внимание на кулак, сожмите его еще сильнее. Мы зажимаем вот эту точку два пальца ниже. Так, то же самое, здесь как фонар включается. Кулак и здесь, раз, одновременно, и вот так, отцепь, свяжите его едино все через центр. Вроде бьете кулаком, вроде поворачиваете ногу, живот начинает гулять, все, сила потерялась. Когда мы все это едино связаем, вокруг этого, раз, от центра. Тогда все другое дело, он остается жестким. Вот. Значит, ну, напарим, более-менее, потихонечку, получается. Значит, сейчас, задача какая? давайте снимаем варечку. Давайте снимаем варечку. Варечку тоже. Варечку тоже. Варечка. Становимся, да? Изнутри. Варечка. Обрабатываем варечку. Изнутри. Хайпер снаружи. Сверху. Ярко. Хорошо. Сверху на коленях. Здесь с кулачками стопу с двух сторон боли. Стучаем. Второй ногой. Высотлей. Дальше. Опять поднялись. Здесь фронтально. Ладони жестче. Объемы более. Посмотрите. Не вот так. А я в пятку ладони стараюсь дружим пройти. Если не похож, то не похоже. А движение более жестко. Еще раз. Я не понимаю здесь. Нет, 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 нет. Хорошо. Дальше. Дистанцию набрали. Видно все. В садике. В садике. Чем она отличается. Есть кипы дальше. Говорят, нужно стопы иметь параллельно. На мастералке не сидят кипы дальше. Потому что не болят уже колени. Они все шик и дачи делают. Шик и дачи. Более удобно относиться. Я сейчас то же самое. Встаньте. Удобно. Да, посадим. Сейчас задача такая. Вытянули вдох. И на выдохе идут два ударов. Одновременно выдох. Вверх. Постепенно сидят. Хорошо. Реально? Доп. 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 Эти стимуляции. Постепенность. Постепенность. Не делая нижняя. Сорлица. Говорят. Кружка. Они все шик. Говорят. Они не управляют. Доп. 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 Смысл в том, что в аптеках продается такая штука, называется боксинг-пилейдемель. Такая банка, типа просили моего масла. Я тоже пытался, когда тренировался, смешал. А что такое, кучу вопросов пытался задать в английском языке, что-то пытался сформулировать. Он просто взял и приснул на ногу. Ну, это как финал-год. Только, ну, причем не финал-год долго, там, день, потом начинает. Тут сразу их жить. И в процессе такого, вот сидят, они там живут, да, допустим, в лагере. Приджат там, кто-то там, либо на тренировку, либо еще, ну, профессионалы, да, там, в лагере такого же народа. Люди причают на команду, это не раз, просто бойцы причают. Или там показательные выступления. Туристы автобус привезли, они оплачивают, шоу, да, типа Татайского футболка. Он встает там, он не разогревается, он 30 градусов, понятно, в своей проблеме. Жарко, влажно. Он подберет вот этим линементом, натирается весь, вот отекся весь вот так из-под души, а просто горолок. Все вот эти капилляры открываются сразу, все, все рядом. Конечно, можно потом бить там, куда угодно, никаких травм, потому что вот все, вся кожа, подкожно-жировые плеча, верхние мышцы, все ставят, все вот эти, все, что снабжает, кровью, жидкостями полезными. А все уже открыто, а все дышит. У нас нет, нет, он не нет, можно, конечно, ты ладно, закупать, бизнес сделать. Кто же, наверное, мысл? Но факт то, что наиболее своими средствами, надо готовить тело, вот это все массаж. А что я хочу? А сейчас оплазу. Значит, ну, возможно, будет сложно. Первый вариант, значит, Юра бьет в голову, сзади рукой. Я ставлю руки так, и закрываю, и еще раз. Я ставлю стуки, и закрываю руки, и раз. В смысле такой, это очень хорошая защита. То есть обычно, как говорят, что кулак всегда сжимает в конце. Если кулак не готов, то боксер, как правило, не готов кулак, они все время решают, бедут руки, да? Ну, есть разные люди, и разные боксеры, понятно, я говорю в целом. И сжимает в конце. Еще раз, бей. Можно сказать, вот здесь, босатинка, печет, вперед на руку, пока руками не сформированы, серийный удар. Возможно, он травмирует руку. Есть вариант еще раз, вот такой. Вот такой, две пятки на ладони. Это еще бы не менял, как бы, а я, да, в фильме, там, вот, когда он связан, сломал руку, там, ну, по-моему, два сыпья и поставил, да? Ну, кулак, во все. В общем, это делается так. Сейчас задача плечи. Для чего? Вы почувствуете бить? Значит, точно в голову бить. В голову, в голову, бить и бить. Задача, не знаю. Задача какая? Вы почувствуете, что такое человек. То есть, если удары не по лапе и не в перчатке, вы голову койте будете бить и попадаете по угостям. Что кость здесь, что здесь прапорщик, выражена кость. Это вам большинственный эффект. Человеку в голову ударят, это не так просто. Вот, тяжеловато задача. И, значит, раз, удары, раз, вернулся. И второе, второе действие. Задний огонь, нужно ударить, круговый удар, вернулся. Вот. Смотрите, действие какое. Я иду вперед на него. Если я останусь здесь, он правильно хорошо будет. Он не сломает ногу. Или я вам. Значит, я иду на него сейчас. Видите? На него. Поворачиваю передние поверхность бедра, напрягаю ногу. Моя задача встретить его раньше. То есть, чтобы получалось, что не он меня бьет, а я его веду ударить. Еще раз. Раз. Вернулся. И рука. Раз и раз. Между этими движениями пауза. Не в металл такой. Потому что сейчас убивают. Задача ударить голем. Голем. Нас очень потянут. Да? Значит, еще раз я. Раз. Вышел в паузу. Два. О. Раз. Вернулся. И два. Понятно, да? Работает. С паукиком сейчас будем в кончике разбираться. Посмотрите. Здесь я прошу понять не обравить, что это... Это не защита, ребята, паукика. Это не защита. Это подготовка поверхности. И вот как бы вы не защищали. Вот защитца сзади голем. Защитца можно дать стоп ударов. Еще раз. Можно поднять новую. Масса средств. Еще раз. Можно уйти. Это все защита. Но любая. Еще раз. Любой человек пропускает. Любой. Любой. Если вы плотно работаете, пропуски будут. И, значит, вопрос про оцените. Одни пропускают сто процентов. Вот такие у новых уносит. А другие пропускают один-два удары. Любые. Понятно, да? Это на тот случай, как раз. Если он пролетит, чтобы у вас не было шопа. Потому что, когда вас не били, вот люди, которые на трубе гуляют работают по ногам, у них болевой порог идут немножко. Понимаете? Простой человек просто, по ноге вот так дам, и все. Раз, и я говорю, плохо. Все, не грешит. Вот. Постепенно донимусь, вы поднимете гуляю пару. Но перегибать с этим не надо. Понимаете, что бывает? Чем опасны вот эти все пропуска? Набивание. Можно идти в эту область, набивать. Чем они опасны? Сосуды травмируются. Клапаны сосуды травмируются. Стенка сосудов травмируется. От постоянных гематом. Изникал вот аневризм. Вот был такой. Валент, который Масуев, по-анному, изгод выиграл. Выиграл на четвертый чемпионат. Да, я не худ. Вот. Ну, просто, да. Но я бы там сделал в полное время и так далее. Он, он умер недавно, знаете, да? Тринцепь там, шесть лет. Аневризм. То есть сосуд, что такое? Транным сосудом. Сосуд лопал, внутри окращения. Спасти невозможно. Ее нельзя, ее нельзя диагностировать простыми средствами. Там компьютерная демография, куча головной оболи. То есть вот, в чем еще задача? Вот эти все стилидные. Древние, которые имеют там какой-то запас. Они, пускай они, ну, они не такие, как бы, динамичные, как Кюкшенкаев, да? Там еще что? Как современный стиль, там, кудолок. Тут же все, что не из Кюкшенкаев выходило, да? Дело все в том, что время, которое они прожили, эти стили, они отобрали из себя вещи, которые опасны и разрушительны для самого исполнителя. Эти стили живут уже там, стоят, 200 какие-то, да? А стиль Кюкшенкаеву 50 лет. Еще мы как бы не изучили, какой эффект, что бывает, да? А тут ты не всех ставишь на плодовое дело. Ну, любые, китайцы издревле говорили, что сильные движения ломают органисты, средние тормозят развитие легкие развивают. Поэтому я прошу, вот это надо делать. Вот эти все вещи, добивание, вот это надо делать. Не надо выходить до границы, абсолютно обсюда. Надо быть так, что если вы кончите, сеньки мои будут в вашем черном, надо что-то придумывать. Надо лучше лечиться защищаться. Все, то есть, что в этих вопросах какая-то неяра. То есть, я считаю, что здоровье – это вещь такая, которая нам более привычна, чем возможные последствия. Без здравого смысла, опять же. Вот я к чему призываю. Значит, понятно, да? То есть, потому что есть, ну, вот, есть люди, вот убивая, говорят, что не был человек, который набивал руки, здесь, мы знаем, бывает, что потом вот только удар, там, куда-то, на кому-то там, кто пытается подобрать, человек сломал две кости. Ну, понятно, там, по косяку, там, три года, есть такие люди, да? Есть люди, вот, девочки, вот, в Москве, там, обращаешься, что это Саша, так, да? Которые, говорит, японцы, руку у него будут сломать. Вот. То же все это здорово. Она уже винтует руку. Почему? Потому что в связках накапливаются, микротравмы накапливаются. Накапливаются, накапливаются, накопительные травмы. Все это, все будет иметь последствия. Это однозначно. Последствия будут. Поэтому не надо делать, ну, мы сверху, 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 сверху. В итоге потом будет сразу, бам, и все. В одночасье все сломается. Поэтому в середине я вот чего призываю. К здоровому смыслу. Особенно вот этих набиваний. Понятно, что вы их не в прямую принимаете, не смещаете. Все равно это сильно. Ноги наши не приспособлены до того, чтобы они убили. Удары, которые мы весят, многие килограммы, понимаете? Косты, удары случайно тоже не приспособлены. Но если мы занимаемся, то как-то понятно, что-то делать. Вот. Ну, вот чуть здраво, смысл какой-то должен был. Хорошо. Сейчас давайте построимся на этом, как бы... Какие-то вопросы, какие-то вопросы. Не удар приходится под предплечьями. Акцент вы должны сместить. Вы бьете предплечьями руку. Вы бьете ногой голову своей. То есть, когда вы поменяетесь, если вы будете просто стоять и куда-то подставать, вас сломают. Если вы будете, как бы, применять активную защиту, да, это не бить, бить его, его бить, то будет легче. Ну, как здесь или здесь, 2 миллиметра плюс, а здесь защита на волоках. Это атака, это какая-то активная защита. Это активная защита, потому что кулак ритм не сформировал. Есть вероятность, что туда разрушат. Это меньше, и дальше, конечно, здесь отсюда раз, два, там что-то. Примерно, сделаешь. То есть, это уже, вот, встать, бить. Это уже отсюда, раз, человек эспресс. Это уже здесь рядом, в вашей дистанции. Вы здесь что-то сможете сделать, свое-то. Голову оторвать, вот, по-моему. Вы сами уже знаете, в СНС спросите, что вы. Хорошо, построимся. А с камерой не получится, может быть, с вами что-то не пускало. Вот, лучше, чем вы. Чуть? Можно? Нет, это чуть-чуть. Ты, 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 ты рассказываешь, что-то, да? Если делать быстрее, можете тут ничего не раскатывать. Чуть-то туда. То есть, опять же, это как бы, как вы технику про кипо крутите. Вы можете сделать медленно, начать нашли страховку, где он падение, безопасно. Можно взять, сделать быстро, когда он еще успеет, и у камерой натицин. Такую макарону, с полными связками. Правильно? Также здесь, можно сделать вот так, медленно, и ты успеешь, там, делать такой угол, что-то раскатать. А можно заграться, да, не так, что в первом месте успеешь, и будешь лежать с углом ноги. Понимаешь? Поэтому, как бы, я не хочу сказать, это все, то и то, и то есть. Вопрос о том, что на реальность нельзя закрывать глаза. Раз. Второе. Нельзя из жизни, которую многогранно, взнобранно делать, глубоко, татарную реальность, я в глубоко, постоянно. То есть, не надо делать вот это, постоянно напевать. Нельзя. Жить там нормально. Я призываю к серединому пути, к норме. Понятно? Это не мягкость такая уж совсем такая, все воздушные весом, потому что вы столкнулись, вас создали, устойчиво, психологически, вы потом не сможете еще жить, не сможете. Ну, а так, я говорю, если вы будете чувствовать жесткость определенную, ну, далее, порожное, вы смылились, там, с саблями кровавого, дальше пошли. Ничего страшного случилось, там. Либо недалеко, главное. Ну, это будет лучше, чайник. Сраведливо. То есть, середина ситуация. Не тяните крайне, с тобой все двое. Вот. Вверх, взволочек. Там у нас пальцы правой ноги лежат, на пальце левый, большой пальцы, большой, чуть-чуть. Правый, левый. А у вас левый направлен? Как так. Ну, видимо, можно сделать так, можно так, вот так, проценты какие-то, да, минимальные. Я думал, я сказал, что это интересно. Ну, я не знаю, как правильно. Теперь я не знаю, как правильно. Хорошо. Руки можно, открытой ладонью держать, можно держать так. Здесь настроение, три плака между коленками. То есть, устойчиво, устойчиво сидеть, какая-то устойчивая плана. Можно руки положить, так еще, всегда, открытый здесь держит. Разные положили. Закрыли глаза и расслабили. Хорошо. Ну, все. Есть под один шаг. Раз. Есть под разноименный шаг. Это называется, мы его называем, группа сабли. Очень хорошая техника, длинная, руки поднимели. Не, в стойке. Отец, в стойке. Смотрите, то есть, я бью вот эту группу вот отсюда, сцени. раз, да. Может быть, раз, раз, перекачка. Это двое, одна, раз, дистанция. А это, может быть, отсюда, я стою, под разноименный шаг. Смотрите, как она, длинная, сказать, да, раз, насквозь. Это как быстрый, быстрый, далекий вход. Под разноименный шаг. Передняя рука бьет, под шаг задний. К примеру, я бью ее руку, чтобы, в данной ситуации, потому что, для головы кинуться он готов, а когда, готов принять. А когда я бью руку, в пальцы, если пальцы сюда, надо стоять, готовы. кулаком прямо в пальцы синий, бам, сбивая рука, второй подворот. Как бы, это, садоростно, длинное движение, так же, дистанция, велика. Раз, бам, животным, голову, кулаком. Вот эта рука, стань, стой. Эта рука, и эта нога, это первая цель, с чего надо начинать, есть противника. Не надо тянуться, пытаться, было, потому что он будет бить вас. Старая, ставая, пальцы защищены, отсюда ударят, отсюда, отсюда, и дальше. Если пальцы вот так стоят, то будет стоять так. Кулаком, ногой можно начать, дальше, в руку. Да прямо отсюда начинать, надо будет питаться. Такова история. То есть, постепенно, это все, думал отсечено, быстрые, простые вещи, они такие, актуальные, если еще все это наложить на свое, почувствуйте, вот, вот, губай, колоком, ногу. Вот это вот, видите, уже, и вот тут, ковыряет, вы сами знаете, что делать. Здесь вставили, вставили, я просто, делал, раз, примерно, то, когда большинство тут набрется, все, дайте чуть-чуть, Вот, раз, вот движение, примерно, вот, вот, это не ваше движение, вот, ваш, ноги должны быть близко, да? Когда это можно сделать? Когда он, вот, все время, он блокирует, и чувствует, он уперся, все, тут можно работать, если он мягкий, тогда понятно, а если он уперся, все, он контролирует, здесь можно за глаза, вот, вы знаете, конечно, бывает, когда глаза, вам, например, шок сердца называют, можно контролировать здесь, за глаза, можно контролировать, за шею, можно просто уйти отсюда, раз, уши в сторону, пробили ногу, да? уши в сторону, пробили ногу, с другую полу, за другую, за другую, большую опасность, глаза повариваю, за они, как-то выжили. Главное, что это завтра. Что, припомная, не подверить, что припомнать, что припомнать, чтобы припомнать, все, то есть, то есть, которая не проверит, она откуда-то не возьмись, не боясь, то есть, не надо, думать, что если там, вот это, вот это, есть подводящие, там, простых техниках то есть в реальной ситуации навык деградимы допастейшего сложные приемы в реальной ситуации и даже сам не поймете как организм сделал что случилось как бы заложен у вас самому вину вашего сознания только такая возможность поэтому простые техники надо делать надо уважать эти техники делать то есть не просто скажешь что я уже властер поэтому для меня ну что-то прямой удар базовой техники ну что для меня надо там в потолку то есть это чем больше в итоге тем лучше посмотришь там вообще стоять очень делал туда туда цикли делал податься другие когда-то стола зато не поднимается зато всегда в любом месте по индустрии любом сломать но все больше работ не будет закончить смысл большого простых вещах поэтому лучше как бы обладает там ну несколькими возможностями нескольких технику техники делали допустим поставили сейчас постепенно вчера начали потихоньку включать задней рукой задний пример пускай как бы будет задним примером хотя бы смесно сейчас да это спортом шагу чем того такова возня у нас есть там у нас сейчас разные сатирические на всякий у нас это так сплошная комбинаторика нет у нас нет техники у нас вот так вот все но в итоге чего царапаются там они только и все удара нет я думаю нет без сущности если удара нет нет ничего потому что тут все-таки удары шаг вот это какая-то теоретическая база просто задача как бы смена улучшено подвинуться к воде там потому что что-то новое получить но еще нужно задуматься над какими-то аспектами с какого-то угла посмотреть может быть как бы вы все это как бы думаете знаете может быть я вам что-то интересно рассказывать тоже вот ладно давайте тогда сейчас выше все суставы просматривать на стол мышцы гольные календарные суставы мышцы гольные таз постепенно стягивая внимание на себя внутрь с нижних объектов животного мем протеого тела фитнес-пу mixing тази в кайфе и попросить спинами руки плечи шею и губы хорошо потирается хорошо пальцы в стакане сильно и большой пальцем центре ладони втирающие тела, то есть абсолютная относительная уносность, силы, соответственно, тоже абсолютная относительная силы. То есть, оставляя свой формат, весы расстановой, да, свою кондицию, мы должны при помощи этих гимнастик, возможно, использовать разные, так сказать, вбить в свое тело как можно больше качества, то есть, чтобы единицу веса стали сильнее, там, 90 и так далее. То есть, если вы научились бить, например, на прямую дорогую малашу, то понятно, что он малаш и остается у всего, и бить быстрее сам малаша, каждый раз стараться только на нем сидеть, ну, это не совсем эффективно, потому что, как бы, мы уже всегда выполнили, что силу черпать только, силу моего искусства, черпать только и славу моего искусства, ну, это, ну, не совсем, как бы, результативно, потому что есть масса всяких моментов подспорья такие. То есть, сейчас и тренажерные есть, и, так сказать, все знают, что надо, ну, вносить заниматься отдельно, как век, там, в инсипед, у кого возможности и выжить, то есть, ну, так. Потом это плюс еще к тому же, то есть то, что борьба, да, сама по себе, если вы часто сприв будете, особенно, она имеет такое нехорошее свойство, она очень сильно изнащает психологический запас. То есть, вот, то есть, любая перетренированность, связанная с физическим телом, да, она, там, не требует никаких больших затрат восстановления, но перетренированность, связанная с психологическим перетренированием, с психологическим усталостным. Есть такие варианты, что люди будут даже не могут вернуться назад. То есть, это все не цело описывает все эти случаи. И вот, вещи связаны, особенно, с работой на скорость, и, особенно, в спальне, когда человек пытается стать, в спальне будет каждый день пытаться стать быстрее, 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 а это же все на фоне про обычных ударов напрягивают всему, они, наоборот, въезжают в такое замедленное состояние, в такую пробитость, что называется, как говорят, и вот такие уходы. Почему? Потому что психологическую усталость, она вот, пожирает все эти ресурсы. Поэтому, ну, черпать только из моего искусства, безборно, нельзя. Поэтому, познав технику, заниматься каким-то параллельными вещами, связанными с физической подготовкой, необходимо. То есть, я считаю, что, например, некоторые, качаться нельзя, будешь медленнее, это нельзя, то есть, есть наставник, который ограничивает глаз во всем. Я считаю, что это делать нельзя, почему? Потому что, вот, у вас, жизнь у вас одна, да, и мы должны свои потребности, особенно потребности движения, в лизу. Результаты вам в теле семья? Ради кого? Нравится? Волейбол, пожалуйста. Волейбол, отлично. Качаться, в меру, опять же. Понятно? Я говорю, что здесь можно завалиться, и не будет. При полном месте, за крайность. Это сделать не надо. Понятно? Поэтому, представляете, эту гимнастику мы осмотрим сегодня тоже. Давайте. Вот сейчас спину поднимем вверх. двадцать к вон, вперед назад, филе вправо. Нет. Сейчас не просто вращаем. Мы догоняем голову, да? Мы совокупнивали всегда начнем на уровне с ней работы. Три. Четыре. Пять. Филе вправо. Руки находимся. и в коем случае полностью осознала хорошо и мы от основания шеи вообще раз мягкий выдох вытягиваемся внимание уйдем внутри костей от пятки начиная всю ногу вытягиваемся суставчики здесь плоскость еще пальцы натягиваем еще живой бежим проверим чтобы он расслабил выдох вверх ладонь и плечи куша по задней стороне тем внимание пошло вот пяток сейчас живот чуть выше слегка в тонусе вытягиваемся 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 и за руку и вверх вверх и вверх присели чуть-чуть и поворот плечу лопатка пошла назад мы оказались здесь в этом положении поворачиваемся вот в сторону и нужно Руками мы подхватываем себя по ноге, пятку подворачиваем, смотрим на пяточку. Другую сторону. И раз, на пяточку, и я. Такой мягко скучный. И два, раз. И три. Раз, и четыре. И размазываем напряжение. Смотрите, вот пальцы, вот ног, вот ту пятку, не концентрированный груденьем в плече, а везде. Хорошо, братик. Сейчас дышим вверху спины, а тут перестанет у нас. Зажимаем на выдохе, плечами на поворотке, мяч завелся для прихвата, и делаем вверх спинящим кухни. И на вдохе плечи вверху назад чуть-чуть, голову назад, тоже вверх спины. Прикладываем сзади, завел еще чуть-чуть усилий. Это вдох. Выдох. Раз, вдох, два. Три. Раз, выдох, два. Раз, выдох, вдох. И еще раз. Раз, два. Вот смотрите, в чем, в каком смысле заключается работа, чем она отличается. А просто производство, такие у нас, где раз, два, три, клопы, там все, и 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 все рядом. Но в нашем понимании для нас работа полезна только тогда, когда срабатывает единство сознания, дыхание и движение. Вот тогда это то, что нужно. Когда не просто дыхание у нас, как у собаки, которая прибежала и дышит там, само по себе. Он кисает по себе, а думаем при этом алканом. Условно говоря, единство сознание, дыхание и движение. Только тогда это пользуется и вообще, так сказать, эффект. Эффекты пользуют. Хорошо. Теперь за ноги. Мягко вращаем, ломки по другому дому. Все внимание на кистиных суставов. Раз. Под руке, а у нас задвижение. Два. Три. Четыре. Пять. И другую. Раз. На кисти, смотри. На кисти. Четыре. Пять. Понять. Тоже на перед собой. Выдавили. Под давлением. Раз на себя. Ломки на месте стоят. Мы пытаемся под постоянным давлением вращать. Не фиксируем ломки здесь перед собой. Не фиксируем. Постоянное вращение. И сознание сополкиевых суставов. Все суставы полностью прогреть свое внимание. Вогмотить. И другую. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Здесь еще момент такой. Семьдесят процентов информации привод через глаза. Как бы бесспорно, да? Оставлено там слух. Оставлено там слух. Оставлено там слух. Поэтому. Когда вы делаете что-то, говорю, смотрите, смотрите. То есть это ваше внимание. Как же как и приходит, так и выходит. И через глаза внимание свое проводит сюда. Также во время поединка, да? Если там спарринг или боро. В зависимости от того. Что поединок, я иду на день, да? А бороят. Вот. 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 То есть если вы бьете и смотрит луна в сторону, еще куда-то, то пройдите в этот момент кратко нападает в золкости внимания. И что он, по-моему, может сделать? Понятно, при велическом зрении что-то видите, да? Вообще. Но огромный массив информации о возможности противника вы просто уходите. Из-за от вас. Понимаете? Поэтому, я говорю, противника нужно полностью внимания в себя. Это очень трудно. Поэтому основная задача. То есть технику можно учиться за год, за три. В зависимости от того. Делать всю технику. В зависимости от наставленных. В зависимости от того, в каком возрасте вы пришли. И так далее. Но основная проблема, опять же, все работа с вниманием. С вашим руководством. Вот, что вот задача. Сейчас выкинули руки. Очень сильно жарю влаги. При этом расслабили кистевой сустав. А влаги еще сильнее. А сустав расслабил. И вам вот. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Другую. Раз. Возвращаемся. Выбереглись. Другую. Другую. Трещу усиливаем. Вдох. Трещу усиливаем. И поворачиваем руки. И спиной. Вверхую руку вниз. Нижняя рука. Включить руки до конца. В крайней стороне. Включить до конца. Вдох. Вдох. Кисти не теряйте. Все пальцы будут вместе. Большой прижат. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Еще раз. Вдох. Нижнюю руку управляем. 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 И... Вдох. Еще есть управляем. Такую делаем. Знаете, нам прошу на голову. Вдох. И сюда наклон. Видите, как я делаю? Да. И сюда. Тоже хороший. Такой. Набелка. Вот такой уже более специфичный. Такой. Совсем такой. И на борщ. Вдох. Один. Выбирайтесь. Диней. Раз. Два. Три. Один. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Подこれiskание. Поехали. Три. Четыре. Пять. Шире. Впози под другую. Три. Четыре. 5 6 7 поставить на вашем пальчике 2 3 это уже касается тренировок когда происходит практика сама язык должен быть текущий если он не наставит ему не приходится все время рассказывать язык должен быть за наверно ему слышали как у меня вот прекрасно кто-то слышит над зубами сразу мы должны ставить язык это раз есть четыре области 4 звукания языка первого сезона зубами это обычно стандартная ситуация вообще-то раньше практика главным другом где-то изучали еще раз йоги говорят что язык должен все время не забыть все 24 часа второй момент среднее положение на 3-м йоги между чуть выше это положение дает сыграть организм дополнительно то есть если вы давите на серию среднем днём это огонь дает согревание если погода жарко если погода жарко то еще дальше туда где твердое переходе мягко это вода то есть это охлаждаем охлаждение организм когда жарко а еще дальше еще совсем велико упакована эта земля первая зуба вода земля черт это делается попробовать сделать во время упражнения упражнений на одной ноге то есть это источник укоренения есть в йогских практиках так называемых кичай мудр это высшая реализация йоги там опылено-морозовым где работа над языком и и соответственно язык потом продвигается туда и уходит внутрь туда в голову между вновь дальше но это патрульные практики в чем вообще-то как бы очень специфичная работа вообще с языком работать это не просто там надо тянуть делать все очень болезненно почему это надо делать что у нас может проводить языком у нас там никто не делать что это такое не признает я сейчас скажу это все то что к языку привязаны все внутренние органы все и поэтому значит работая с языком и начинает работать со связками внутренних органов и вот та самая внутренняя работа не просто они говорят а как она будет как идти к работе на внутреннем органе как заставить шевелить печень все эти связки есть возможность работать с глазами потому что глаза это новости почти все а вот с глазами внимательно раз вот слышите да работа с ушами да там есть там определенный момент работа с языком плюс еще с фильтром вот эти думаю лак нужно показано это все потом приводит к работе с внутренними органами вот если люди не могут выдохнуть до конца воздуха если вы получились выдыхать до конца и мышцы мышцы это не агроматичная ситуация вот как научиться выдыхать до конца это необходимо работать с языком то есть но это краткая работа как она работает вы делаете что вы стоите в стойке посмотрите просто попробуйте отдельный отдел статиры фронтальной стойки и делайте книгу высокий язык максимально он должен стал почувствовать здесь почувствовать нажмите себе здесь сустав один бывает даже на выжить становится он подвижник он не только подвижник сучки взялась группа полного гири там он не шутишь когда начал двигаться вот это сустав в принципе надо дотянуть язык то есть привыкли вот так делается слой опускается за счет вытягивание языка все органы вытягивались значит это еще используется термином используется в микрохасанах вот симхасаны есть такая раз я потом вам покажу что если вы занимаетесь серьезно не просто ногами махать уходить лучше и копать уже более серьезно заниматься со мной внутри то есть осознавать не только поверхности кулаки там еще и осознавать себя внутри пустых и лично хорошо значит сейчас продолжим давайте велосипед у нас здесь руки пошли сюда поставим новый велосипед вошел и вращение на то чтобы у нас сзади и верхний сектор здесь особенно универатор и чтобы подключить бездельный вид это не может быть то есть задача стоять где у нас примерно нужно так быстро да это нужно не только разгонять быстро да нужно уже старую скорость иметь высокую представьте что цель не здесь а вот здесь да то есть задача потребляет даты максимальную скорость здесь вот в этом задании когда вращая на бой задача не постоянную скорость медной соответственно сделать все это то есть который это воспитание воспитание духа поскольку приходится терпеть усилия делать чувствами сознательно и просто буду варить получать хорошо сейчас вот это акцент сейчас это движение посмотрите что мягкое поведение но сохраняется а здесь сейчас него опять же это было динамика сейчас не захочется сделать быстрее делаем каждый раз и 2 прямая как только начинает играть все высоту опускаем ясно то есть надо высоко стерпу сильнее нужно еще раз и и 5 1 и 1 и 1 и 1 и 1 и 1 хорошо отшагу и вообще молодцы опустим голову вниз вдох выше сильный ладь сейчас что делать просто делаем как получается заходим на ногу выговорились фронтальный нагер и длинный выкину решили осадку голову опустили сейчас вдох фронтальный вдох берем кроме 8 и как можно выше проводим этот вдох и выдох начинаем из ладони как-то да выгодчик вниз мы идем по ногам потом вопролу длинно максимально вытягиваем опять же шея расслаблена но стоять на ногах руки просто вытягиваются они касаются у меня с ладочек вся сила стопа и вдох с пола длинно вот круга спиной мы выходим до ворот в сторону и вдоль ноги сначала выше колено поставили носочек на себя потом за стопой опустим голову я сейчас покажу еще раз все упражнение да а посмотри то есть я постепенно вести раз я отдыхаю я отдыхаю и стараюсь накнуть ни с головой полоски и четвертая поставляющая почки на ногу но вон вперед перед я оставил на спробы но вы не тянет руками далеко длину вдох отсюда скручь на спину ставить до ворот выше колено раз мы планиров на сосочки сильно на себя посылайте особенно внимания на мизинцевую сторону а мизинцы выставить на стене я опустил на сочек вы считали нас сейчас смотрите еще на массу обрабатываю все процентов спины через солнечное сведение ставишь живот положить на вытянуться в дом ноги когда вы наклоняетесь вперед задача какая еще что-то делать вы не должны сидеть как шпагат просто шпагат от и до ноги напряжены и вверх длинный и туда за ногу так вообще что вы делаете два ряда гири в разные стороны так же здесь вы бьете удар не останавливается здесь ваша мысль проходит дальше зад здесь бьете мысль дальше все дальше проходит так же здесь наклон мы наклоняемся не вот так он случится просто потянуться до ноги задача или вот здесь не сложился к палу а вытянуться вперед максимально удлинить все то есть сначала заняться что внимание внимание идет за за ударом внимание потом естественно за внимание и опять внимание внимание хорошо давайте еще раз уже работа есть поэтому когда вы что-то делаете постарайтесь что осмотреть со всех сторон и возможности сразу соответственно побольше будет что те же самые с подкаренные заднюю подкаренные мы а подкаренные 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 И вниз, раз. И ниже, ниже, ниже течет. Рассами темно с бедер. Толкнуть руками ведра, лобни еще больше вперед, лопатки тоже притягиваются, расслабляются. И центры спины через солнечное спитение вперед. Шею, раз, один. Хорошо, сейчас только руки толкнули. Выпривили руки, уперлись руками в колени, вбелаем. Звоночник постянули. Сейчас надо постоять в ногах. Но смотрите, когда ноги пытаетесь оставить параллельно, типа кипа дачи, вам неудобно, у вас вот что-то происходит. Видите, стопа отрывается. А стоит вам, и вы не укоренены, и стоит вам ноги взялить удобно по функции. И встать удобно, тогда становится все нормально. То есть, держите стопы, как вам хорошо. И теперь скручиваете чуть-чуть на тему колену. Вы видите, вокруг рукава, как вы скручиваете. Долго и другую. Долго и другую. Долго и другую. Долго и другую. Освоим. Посмотрите, посидим сейчас полком на стопе. И левая нога выгонута, и левую руку через петух перебросим. Петух назад. Раз, два. Раз, два. Хорошо, руки перед собой поставили. Перенесли лист тела на руки. Вот здесь, где стела на руках. Краткое расслабление бедер. Но так спускаем, как можно нежить пол. И перешли на левую руку. Видите, мы спу. Мы только сидим на деревне, с волосчика. Вот это бедро, когда мы вверх. Устойчиво сидим в ногу. И вперед-назад. Раз, два. С первой спины вот здесь, где-то тягиваем. Раз, два. Раз, два. Яхотники поставили, перешили таз подиже. Пускай не спело сильно на руках. Пришли. Опять составку. Раз, два. Раз, два. Хорошо. Сейчас пошли. Правую руку вокруг. Право, право, лево здесь хватили. И левую руку к спине. Левую руку к спине. Левую руку к спине. И перешили. И здесь вперед-назад стопа. Раз, два. Раз, два. Спинку вытягиваем. Углы между левую руку не больше. Разверните левую руку. Ноской головы. Да, 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 да. И открываем теперь стопу. Стопу за левую руку. Красно. За левую руку за спину. Хоть пальцами захватились, да, потом постепенно лучше проникли. Дальше так, а потом за запястье. Пошли. Нет, еще левую. Чем левую руку. И даем одновременно рукой на рюк. Мы пытаемся рюкому прятать под подвозрочную кость, чтобы они ушли туда. Точно в сторону, ребят. Точно в сторону. Не халтурить. Не торпить на запятое суставы. Волкут. Идем до темы, пока у вас тут плечи не ляжет на льду. Идем, идем, идем. Как только мы дошли, ребят, мы выпрямляем руку. И течем ей пустофель. Еще очень. Есть, нет, 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 нет. Медленнее, еще медленнее. Пожжим, мы не делаем долго. Мы почувствуем сейчас эффект потом. Он не сразу накроет, что называется, а члене кровления. Толпу вверх. Еще, еще идем. Теперь руку вытянули за голову, туда, поплюнули. Все равно плоскости. И сейчас по кентролилу вытягиваем под ребра в той стопы, левую. Другие пальцы руки еще сильнее. И теперь медленнее, право, ребра, синие руки. Тянулись еще дальше. И как пропустили руки. И уже, видите, закрыл кольку, конец. Вот. Вытянули спину. Не надо делать быстро. Спешить не надо никуда. У вас нет. Какое означает спешить, организация напрягаться. Эффект не уйдет. Дайте время. Потеките, потеките. Эффект не уйдет больше. В итоге, как говорят, вы окуньте, как эта история о хелесе-черепах. Сейчас, может, на хелесе огнать черепах. Я подумал, даже. Сейчас толкаем в другую сторону. Но решили. Шири, 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 шири. Что, что, что? Вот. Две швы, стопы параллельны. Плоскость, плоскость. Медленнее стекаем. Ребра самому влево. Что толкаешь? Ребра толкают. Они должны уйти под воздушные кости. Я сейчас покажу. Берем это все. Еще ниже, 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 ниже. Доходим до дати телу самому стечь. Не может быть, сковородные есть, конечно, но это потом прилюбить и все. Вот, подлечим его на бедро. Выпрямляем его. Раз. Еще больше поднимаем вторую. И удлиняем руку вверх. Пальцы затянемся, потолкуем. Стопы тоже удлиняем. Польши пальцы в пол. И рука пошла медленно, длинно за голову. И вытягиваем по контролю. Вот ребра правой стопы. Два пальца в правую руки. Длинеем. Еще. И медленно левую ручку вместе. Соединив их с правой. И еще длиннее. И вышли. Я прошу. Молодцы. Повращай. Вот. Смотрите. Вот еще упражнение. Близко. Да? Что это упражнение стимулирует? Пример. Я просто, чтобы одно и то же движение не показывать, покажу на другом. Вот разве на другом. Да? Значит, я вытягиваю ноги внутри. То есть, я не сижу так просто, вот, и надо начать собраться. Начал удлиниться длинным. Руками длинным. И смотрите, вот подвздошные кости, она вот здесь находится. Вот. Вот кость вот эта вот идет. Вот здесь ребра. Вот здесь мягкое пространство, которое, так сказать, нужно было упырать вот сюда вот в этом наполе. Вот смотрите, возможность какая есть. Есть. Почему вот эти вот наклоны важны, что я задавлю вообще для всего. Там вот есть марма. Марма это области. Не до ни точки, это области. Самая древняя область, которая еще с временем вед индийских, вещей, которые защищались доспехами, атакуемую область. Они также бывают, ну, атакуемые доводы, так же целебные для других вещей. То есть тут, особенно, вот тут, с двух сторон, она находится очень важная норма, которая стимулирует кроветворение и китловый организм. Значит, есть два способа их простимулировать. Первый, пока еще не готовы. Значит, после ряда наезжают на воздушную кость сверху. У вас воздушную кость стимулирует там все. Но более продвижный вариант, когда вы делаете движение с животом такое, что у вас ребра складываются и уходят под воздушную кость. Видите, вытягивание, я здесь туда складываюсь, вот туда. Вот, понимаете, видите, здесь вот, раз пошел, я прием, вот там прием. Можно, когда, допустим, у вас еще, вы пытаетесь здесь делать, но контрольных мышц нету, идет движение такой раз, вот я взял, большой палец, и потом его рукой прям раз туда, лево, чик, направил слегка. И потом уже начинал работать с животом. Но когда у вас уже нормально все, вот эти все мышцы, они уже осознанно и сами работают. Вот, при помощи дыхания, видно, направляете лёбом вниз туда, а потом вперед. То есть длинные ноги, они напряженные. То есть они не ослаблены, не вяло, точнее. Ну, смотрите, наркот здесь вперед. Луком сначала, потом подбородкой, потом центр груди проходит. И длинными втягивающими пальцами. Все за асану, за положение тела. Вот сейчас отличается, как бы, йога простая, и йога для, так сказать, медовоз, который уже там удастся, длинная судьба настика, близко, да, что мы постоянно внимание проводим за движение. Вот в этом то же самое. Вот утопил сюда, прямо туда. Вышел сюда, удлинился, вот точно водой в пол, длинным туда, и ноги длинным в пол. Строимся. Крайне армиюло не задействовывается никак. Даже если человек бегает, это чувствует, что длинный никак. То есть там полустрившее состояние, которое реально не работает. Нужно что, нужно вот это движение, то есть полное лёгкие и работа прощающая, когда весь массив, почему нужно тело держать при армии, обращать руками, чтобы весь массив внешних мышц плечевого пояса, межреберные мышцы, дыхательные мышцы, расталкивали воздух в три спины, чтобы он распирал, всё внутри. Тогда там всё открывается. И это упражнение, вот сейчас вот этот наклон встроен, наклон вот в развелок, ну, для, это всё стимулирует внутри ногами, без застой, с желатого края. Ну, так далее. То есть это всё, как бы, всё должно быть делать, как немножко правиться, направо. Хорошо, сейчас опять ноги широко, и опять заполнить переход вот этот ушли, заполнить ногу, и сейчас вот полкнулись, и сейчас вот толкнулись рукой глина, глина толкнулись. Посмотрите, четыре пальца смотрят на меня, вот в эту сторону, на меня, а второй рукой толкаемся вот колено, колено выше, вытягиваем спину выше, и длиннее делаем позвоночник. Ещё-ещё. Хорошо, руки поставили, и пришли на руку. И здесь толкнулись, глина, 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 глина. Хорошо, молодцы. Руки поставили, ниже, 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 жирная лошадь, как на жирной лошадь сидим. Хорошо, руки в сторону, ещё ниже, жирная лошадь, вернулись вправо, в позицию углу, сделаем. Как загрузится дальше, только с пяткой оттормливая вверх, и толкаем пятку назад, и проваливаемся ниже, вот эту мышцу вытянуть передние напрягательные бедра. Тело фронтально, фронтально, пах открыт, бегом в сторону, ага. Так, ниже, 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 ниже. Где руки? И кто может через свои руки протянуть, и положить их на пол, это уже хорошо, у нас есть путь. Хорошо, опять, сейчас удача. Пула в сторону, к стену. И в пояснице, будем расслаблены. Чтобы позолочек тёп вдоль ног, и нагрузка вся была под карет на сгибах. При прогибе назад, у нас подтянутые коленные чашки, сильные бедра, мощные напряжённые конец, чтобы основа была под прогибом. Хорошо? Сейчас вперёд, на окон, уклоняемся, просто нужно наклониться вниз, свеситься от крестца. При силах возле пальцев ног, не надо за счёт офигения назад, да, возле пальцев ног. Руки поставили, можно рядом поставить. Снимаем, можно впереди, можно рядом, можно за ногами. Шею высадку вниз. И дышим вдвоем. Руки ставим на ягодицы, пальцы вверх. Коленные чашечки под перейдем, бедра напрягаем. Голова назад пошла. Голова сначала. Дыхание постоянно присутствует. Если вы уже не дышите, синейте, то дыхание слишком низко. Хорошо, гранд. Ну, увезем, недыха, ещё раз. Всего три накона таких ребят. Второй пошли. Руки мягко-мягко-мягко-мягко. Шею слабее. Опять же, мягко. Не спешите сложиться сразу. То, может, захлопились за пяткой. Но ногти вдоль ноги, правильно, как были, за ноги. Ногти, предплещи. И вот. Выпрямились в голову. Руки на ягодицы. Колени как-то тянули. Бедра напрягли. Голова назад. Пошли прогиб. Хорошо. Года остаточности назад. Не переставим. Как только вам стало хорошо, не надо никого равняться. Здесь сами с собой. И макроф, и его мягко. И мышки мягко тоже. Сюда, что прогиб. И сюда, на комнату. О, вот такая. Вот, на, на запястье. Заклад в запястье. Мы такими запястьями жестко таяем на пересницу. Голова назад с головой. Чем с головой начинается движение? Потому что если оставить свой результат, то вся кровь пьет голову. Если вы опускаете голову до конца, то прижимаются сосуды, которые наполняют голову. Чем с головой. И все. Вы нормально идете, без слишком давления. Вот. То есть, как цветочек завяриваю, одну сторону в другую. Все мягко, плавно. Слушайте тело. Сделайте быстро. Тело будет напряжено, оно будет сломано. Как только оно стоит мягко, оно потечет. Хорошо. Прощай. Значит, сейчас. Что я от вас хочу? Значит, вот, во-первых. Давайте, значит, первый ряд сюда, близко, 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 близко. А второй туда поближе и тут же постойте. Кто вас на руку, кто умеет? Довольно заниматься. Довольно заниматься. Довольно заниматься. Придвигаться умеешь? Пойдем тоже. Давай, придвигайся. Просто хочу, как двигайтесь. Фарфактин, дуб не втыкает, не стоит. Двигайтесь. Свободно делай. Кумырт не есть, туда-сюда. Поделай, поделай. Прослабай. Молодец. Шаг вперед, да, вы идете вперед. Выблеваясь, то есть восстановились. Выблеваясь. Почему? Потому что все, как бы, национально объясняется. Это пленал дам заднюю руку. Чем шире, я уже говорю, тебе короче дам заднюю руку. Ноги под собой. Это раз. Второе. Власти я идти к движению. Если мы в жизни будем так, а вдруг, когда начинается борьба, мы начинаем ходить там. Как иначе. Там. Это все очень полезно. Это полезно после убийсти. То есть, если вам надо будет, мы потом сделаем это. Выучим. Если у нас, так сказать, выгодят семинарии. Выучим. А полезнейшая вещь. До координации, до здоровья. Все это надо делать. Вот. Значит, что касается борьбы, нужно приблизить все к условиям более реальных. То есть, стойка – это шаг. Сзади нога толкается вперед, перед и назад. Значит, если перемещения могут быть какие? Как движение вперед? Только задача в чем? Что передвижение должно быть максимально быстрым. Почему? Потому что первый закон от борьбы вообще атаки говорит, что когда человек меняет стойку, ты как его не ударь, ты все попадешь. Почему? Потому что вот в этот момент, когда я оказываюсь фронтально вам перед противником, поэтому я, как картонная мишель, буду сразу бусить. Поэтому вот это передвижение должно быть скрыто. То есть, вошелка должна пойти через это, в котором меня защищает себя. Это раз. Второе. Просто в пустую. У меня тугуретка, да? Обычно смена стойки происходит с ударом. Если мы за ним ногу атакуете, но чтобы не ставить его назад, если мы в одной стойке только работаете, да? Вы должны уметь работать в состоянии геопаркетов, то есть, в двух стойках работают обязательно. Значит, что может быть? Значит, кроме вот этих передвижений, это самое простое. Клуб назад вы должны выходить, да? Ползать. Прещать с направлением, да? Дальше. Двигаться в стойке в односторонней. То есть, на поле ползать одностороннее. То есть, задняя нога полкается, поддавливает вперед, передняя, ну, как бы грызем в пространство. Раз, 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 вперед. Назадкое движение, передняя толкается назад. Грызем в пространство. Куда-сюда. Дальше. Есть движение. Это не пручки на двух ногах. Как салфировано от производства, да? А это такая внутренняя пружина. Раз, 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 на месте, как бы, да? Есть движение, которое совмещается. Вот совмещает вот это и вот это. То есть, вот такой раздергающий. И есть хикори, так называемый, да? Это чернок в итоге. То есть, одна нога все время на полу. Челночные передвижения. Есть передвижение смешных, которые в челночные передвижениях мы двигаемся по кругу, в разных стойках меня. Есть умяч, умяч, слово он называется. Когда смешные ноги, в центре раз, два. Вот. То есть, вот эти все передвижения, свободные движения, есть хвостная отборка, называемый. То есть, когда мы идем назад, двигаемся. Вот такие ноги здесь. Но они используются, ну, не всегда используются. Но нужно увидеть. Вот, когда нужно резко разобрать дистанцию, есть такие вещи. Есть вещи, связанные с широким шагом. То есть, это двойка подразмерения. Я вчера показывал. Выпад с салта, как называемый. То есть, когда человек... Стой сюда. Вот есть двойка обычная, да? Здесь я в состоянии оттыкаю. Вот каждый шаг. Есть на один шаг. Раз. А есть вот отсюда. Выпад с салта, как называемый, подразноименный шаг. То есть, я первый, первый атакую, допустим, по руке. То есть, я вбегаю туда, подразноименные движения. И не раз. Широко. Все это висит на ногах. На передвижении ног. Спасибо. Поэтому, значит, сейчас вот, как бы, все, всю глазу повесить на ноги. Он должен двигаться свободно, по-всякому. И так, и так, как угодно. И основная задача, это удобство в этой позиции, в этих передвижениях. Вот, значит, сейчас. Выпадем в следующую работу. Вы встанем в левую стоечку. Выгул. Давайте левую ногу. Пошли. И... И... Значит, руки подняли, перед ногами опустили их. Тело под 45, пожалуйста, поверните. Почему? Потому что, все-таки, перпендикулярное попадание, это важнее, чем сходство, даже если не пропустили. Смотрите, движение такое. Значит, нужно вот эту перекачку, помните, мы делали раз, раз, раз. Сделать здесь то же самое. На одну ногу, на вторую. На одну, на вторую. На одну, на вторую. И теперь, вот, наряду к структуру, мы кладем такие движения руками. Здесь какого-то передвижения, мы шираем сюда. Бас на технике. Посмотрите сейчас, секунду. Как бы, это упражнение, да, есть упражнение, есть действие, и есть приемы руками. И сейчас это упражнение в данном случае. Нужно с перекачкой пробить три прямых ударов. То есть мы делаем движение назад, перекачиваем. И выбрасываем переднюю руку. Чуть выше головы специально, видите, куда? Потом я полкаюсь, как бы, я начинаю движение кулаком, но одновременно полкаюсь с задней ногой. Движение вперед. Два. И потом перед назад три. И возвращаясь в сторону. Получается, раз, два, три. То есть я каждое движение кулаком, начинаю с кулака, подкрепляю движение тела, перекачка, поворот на ноги. Вот это простая базовая баллана. И сейчас мы с ним будем. Дело, которое у нас получится очень бедно. Ставим. Значит, все, в общем, довольно просто. 45. Вот она. И толкаемся передней ногой назад, мы начинаем с кулака. Раз, кулаком назад, отклонись выше, на умере собственной макушке. Теперь правый кулак начинает, и правая нога за ним следует толка. Раз, два, и три. Как индейец. И как индейец, но у дилдаху. Мы не... Давай вместе, вместе. Месте. Хорошо. И винул стул кулаком. И назад. Раз, два, перекачиваем, три. Здесь главное сейчас не только начало кулака, но и перекачиваем вес. Команд. Команд это сейчас 50 на 50. 50 на 50. Лес между. И опять. Раз, два. Три. И нейтрально. Раз, два, три. Нейтрально. Раз, два, три. Получается? Давай, раз. Нет. Акова за просто. Эх, ты. Давай. Раз, два, три. И. Раз, два, три. И. Вместе со стопами вкручивается таз. Центр вкручивается. Это мощность ваша. Я вам уже сказал, что вы простые. Вот здесь все, что относится к силе, это кулак. Понятно? Вот к руке, относится к силе, это кулак. Вот к руке, относится к силе, это скорая. Вот к этому, к груди, к спине, относится к силе, это расслабленность. Животом, вот здесь в центре, то есть, понимаете, мощность, ногам, дистанция, вот к соку, к саю. Вы всегда не удаляйте сиденье не делайте, то удаляйте немедленно. Потому что сила должна быть, вот это гиря, веревка, веревка расслабленность, скоростная. Вот здесь ничего нет. Как только вы здесь спину напряжете, все, у ка не полетит. Только один кулак, только одно ревно, допустим, или там пальцы. Понятно? Все, всего остального нет, это скорость, и расслабленность, и мощность живота, ноги, дистанция. Хорошо. И сплавим еще несколько движений. И, два. Соберитесь, не секунду. Хорошо, соберитесь, вот смотрите. Вверх, выкручай. Это не для, чуть-чуть, а лучше, чуть-чуть такое легкое движение. Раз. Вот, дворец, хорошо стоять. Хорошо, вот. И, два. Дни. Три. И, вы пришли. И, раз, два, три. Нитравим. Раз, два. Хорошо. И из турецкой позиции в руку ходим назад, так, чтобы у вас прибилась внешняя нога. Сюда. И, колено, натянули, натянули себе сюда. Натянули себе колено. И стопу зарядили на майке. Не, не сюда. К себе. Сюда, к плечу. Стопа, 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 стопа. На себя. И отсюда на майке выдали. Раз. Взяли к себе. И йога вытянули. Два. Если должна быть прямая, если ты унул, держите себя под ногу. Или сюда уходи. Дальше. Раз. Взяли к себе. Сбоку. Три. Малаша. И к себе. Урма ваша. С другой стороны пятки. Раз. Хорошо. Поставь. Я вот, Минский. Раз. И обратно. Урма мигацуки. Мигацуки. Обратно себе к себе. Раз. Натянули. Обратно. Значит, ребят, смотрите, не надо, секунду, поднимитесь, да? Поднимитесь. Не надо делать сильно. Вы старайтесь сделать так, что у вас в экстене отлетает. Вот. Что здесь видите? Вот представьте, что противник, он тут, вот он тянет, 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 тянет. Вот. Видите? То есть не сюда, а сюда. Противника припнили. Вы падаете. А вот он перед вами. То есть он мигацуки, мигацуки, они должны вот здесь. И в эту сторону. То есть это все просто. Вот подсом 5, невысоко. Здесь высота не вот так. Смысл упражнения. Чтобы вы держали стопу, каждый раз форму стопы, включение тел. И взятие колен, понимание того, что на развлаке колено не должно проваливаться. Если мы бьем враги, у нас, вот, развлак сюда. Мы не вытираем оба противника, права или на колене, а как бы пытаемся сделать второй раз. Раз, два. Как будто бы. Поэтому, когда мы здесь сидим и сделали раз, потом взяли к себе. Это учит вас, взять ее колен назад. И форму стопы. Свободная рука, где это что? Она притягивает колено, а с трубой нога приходит сначала. Потом тут она. Если на нее как гири тяжело держать, тяжелые ноги, например, да, косы мощные справляются. Умагает вернуть здесь и вот сделать под ногу держит. Одна прямая должна. Не вот так. Вот и вот сюда. Если совсем, допустим, уже даже не тяжело, а полегче, можно сюда перенести. Но неподвижности не хватает, но сюда перенести. То есть УК она постоянно полагает здесь. А основное пламя? То есть если все будет, то она должна находиться здесь. То есть как ты в стойке стоишь, не действуешь. Мы наносим туда, бак, сюда, руки здесь стоят. Руки здесь стоят. Не тут, не тут. Потому что после противника защищаются, она койт вас в голову. И вы не успеете употребить никуда. Если что-то не на месте, рука не на месте, там будет рука противника. Иллюзию питать не надо. Люди все тренируются. Все не работаем. Вот, вот, и все. Здесь нужно вставить. Здесь только начинается все. Когда нога входит, смотрите, угол здесь, угол здесь, угол тут. И еще не до половины нога. И вот когда она входит, вот эти все углы распрямляются. Бам! И здесь видите, сколько ускорений. Одно выпины, второе добавилось, третье, и дополнительный поворот. Распорт. Дополнительный взрыв. В самый конец. Вот еще задача. А вы вот этот самый ударный момент не дорабатываете, когда вы это сделали. То есть, и вообще очень сложный удар. Очень сложный удар. Но его надо делать, он очень хороший. Если, когда люди работают свободно, сюда, ну как в голову, очень хороший удар. И подразумевает. Вот даже, вот, вот, ну, Кинька, Медовик. Вот он, вот, его рисунок работает. Такой, как будто, вот он подразумевает, что, да, он как в голове есть. подруг билдом юмка бил всю технику вот такая стас то есть и есть так как большой за штабом целый лица такой цену Морда нога большая. Не знаю, что вы знаете. Не-не-не. Нет, это старший, что-то взлом. Я в машину, он там бьет только один луки, там еще приседает, 400 килограммов. Ты на женщину луки, как газонокосилка. Мы лишь недоходим. То есть он, наверное, с Убаев, он техна, попадается, и он упал в конце, в финале, в полуфинале. Вот, ну вот так, я называю так. Фамилия говорит, это моя машина, все шутка. Когда с этого тренируется, качается, ну просто гигант. Ну вот, ну техника бедная, из-за того, что мышечная масса огромная, он ставит на лодку, да. А если мы готовы ставить, то на всю технику, это методика, как работа. То есть, хотя по правилам, ограничений нет. Все подышались. Хорошо, сейчас должно быть башня. Музыка более серьезная. Значит, вот этот черночок дает попробовать. Можно луки опустить, и с ноги на лодку сюда бросать. Значит, задачи смотрите пока, чтобы пятка сзади не повисала вот так, как не играла. То есть, мы работаем, у нас пятка постоянно заряжена. Вверх, назад, вверх, назад. Посмотрите, между коленями, как будто мяч у нас зажат. Многи не вместе, не шире, не расходятся. Вверх, назад, вверх, назад. Подняли руки. Хорошо. Хорошо. Кокус развернул. У тебя пол тела стоит под высокой, а вниз стоит другую. Вот так. Я знаю. Хорошо. Мы, не менее, врубились. Ребят, если у нас слева нога их придить, смотрите, не надо ставить верхнюю часть силу правую победить. Это очень интересный способ бороться, ну, наверное, до маркии, пока мы пошли, не дали. Неудобно же стоять. Все время отталкивались перед принципом удобства. Если уж стоять неудобно существовать, когда у вас будет бень, вообще, улетать неудобно. То есть, противникам нужно показывать, как можно меньше пространства. То есть, повернулись удобно. Вот, посмотри, сейчас задача. Сейчас, надо чем ног, мы вешаем, сейчас, на каждое движение вперед, мы вешаем немного передней рукой. На каждой железной выбираем. Идет движение. Раз, 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 раз. Непросто. Давай. Пример, что отсюда, что отсюда. Вот я вошел, стреляю, варень, и вошел, стреляю. Вот что это такое. Это возможность, двигаться, загрязывать, понимаете? Это возможность повесить все удары на ноги. Это скорость и мобильность. Это не зарытый танк в землю. Это танк, который есть. Сейчас. На этот челнок, даже хотите научиться бить? Это то. Значит, на этот челнок вешаем на каждое движение вперед, туда заднюю, это еще сложнее. Раз, раз, раз. Посмотрите ноги. Я вот сюда их не сокращаю. Почему? Причем. При этом движении, если вы толкаете, вы идете назад, толкаетесь не задней ногой, а ее приставляем, происходит что? И сюда, у нас уже такой, длинный пример. Вот, при движении, когда человек делает вот так, вот, вот, с ней, на шикаре, уходи на ноги, вот, вот движение, видите? Сразу. при движении назад, сзади нога, при движении назад, передняя нога, на локации, сзади отходит. Мы не вот эту подтягиваем, потому что сразу, сзади нога, сзади нога, толкается вперед, передняя назад. Здесь я еще, мяч, вот мяч, смотрите, вот, я работаю, смотрите, смотрите, не делать ничего. И на это я вешу, прямого. Очень, ноги начинают, непривычно работала, они чувствуются. На каждое движение, пятка, когда будет развода назад, будет добивать до конца, когда пятка будет падать, вот здесь, взтыкал. Поехали, челнок, и кофе, и бросаем. Десять раз, сюда, туда, сюда, раз, 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 хорошо. Под каждое движение мы делаем, ту переднюю, ту заднюю. Раз, 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 раз. Если трудно делать часто, делайте помедреннее, чем можно. На каждое движение надо делать. Вперед-назад, вперед-назад, вот так, как на резинке ходит. Готовы? Левая сторона. Руки выше, сзади, лапа выше. Поехали, работаем. Раз, два, раз, два. На каждое движение, на каждое. Делали приемы, у тебя не получается. Почему я здесь не могу? Почему я? Видишь, удобно. Видишь, потому что он не естественно встал. Припрыгалось, при реальном движении многие встали вот так. Не вот так, как в канате, который идет вот туда, поднимется здесь. Видите? А вот она, назад. При движении, когда вы напрыгались, вы потом себя обнаружили, вот такая позиция. Вот. То есть, чтобы обоженить стойку, нужно сделать резкое движение. Банальные вещи простые, но это пока не проделать, частей не пропустите. Будет долгий процесс. Вот. Так что вот, это, вы можете заметить, у кого-то, примерно на одной линии. У кого-то на ширине плечи. Вот эта ширина ваша. Так, чтобы у нас он прикрывал плавающий рюм. А сейчас по очередной каждой ногой ноги. Поехали. Раз. Два. Раз. Два. Продолжение следует. Пропрепляем. посмотрите когда вы делаете так врачи то правильно тренировано 10 раз с акцентом на возра у вас негативный фаза движения подчеркивается и мышцы участвуют рожковский что если вы также 50 по нему качество времени вообще сознание масса плюс понятно из негативного база движения подчеркнуть 1 2 и и и 4 и 5 и головой трясти руками не надо расслабление это команда и команда сознание а то что начать трястись ничего не будет когда вы стоите бьете лапу например по цели отрабатываете это расслабь руку начинаются тряск руки ни в коем случае вы должны быть подобно змее в состоянии готовности полная расслабленность неповижность обнуление такой раз на тысячную долю секунды краткий покой спокойно сознание и после этого движения сразу из абсолютно покой сделать абсолютно взрыв но вот это тряска когда лучше трясти это противник видит вы привлекает внимание и так далее так далее если оружие когда диктивно спрятали а когда он тут угрожает у меня есть боба я вас всех зову пока он покричит все уже придут и его съедят стоим и топлив на горку не стучи по и вот еще одна болезнь да и с собой да Вот это надо убирать или так ухитро сделать, военную. В общем, ясно, да? То есть не трясем, черт, чтобы расслабить. Расслабление – это команда сознания. Хорошо, сейчас я вот верю. Давайте сделаем, вернемся лицо туда и сделаем в сторону. Вот сюда, по другую, раз, и в другую. Поехали. И раз, три, и четыре, и пять. И под каждое движение назад мы делаем удар вперед. Вот, понятно? Ноги назад только отнимем. Побежали сначала, потом вешаем техник по команде. Музыка, другая, другие слова, да? Ноги пошли назад, ноги снизу. Смотрите, вот эта линия, через нее проходит плоскость сечения, да? Я пью вот туда, на кулак за плоскость сечения. Каждая действует. Каждая. Понятно? То есть не сюда, не туда, не туда. А вот. На кулак, всего лишь. Всего лишь на кулак, я-то знаю никуда, я уже показывал не сюда. Вот плоскость сечения. Вот сечения. На кулак засечения, видите, как получается? Голову лагаться насквозь. Вот какие-то неприятности. А корпус почти насквозь. Все. Все. А туда дальше пить не будет. Это как знаете, знаете, блоки люди делают. Там, какие-то тренировые блоки. Ну, куда? Что здесь защищать? Или вот так отводят. Вот блок перед вашим телом нужно делать. Потому что здесь у нас не там народ. А здесь это молодые толстые тудрищи. То есть он должен быть достаточно в той плоскости, где поражение происходит. Не надо сюда вот подвалить. Надо так бояться здесь еще четырех рунок в месяц. Рядышка, рядашка, рядашка. Защитите все. Компактно. Сейчас металл снизу. Поехали. Работает. Док, не внимай. Док, не внимай. Раз, 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 раз. Это самое трудное. Кому-то очень трудно. Его изучают после прямого, после снизу. Да. Рудут как прицепной, поэтому не опускает ничем пальчик. Рука стоит, локоть поднялся. Локоть сразу в цель. Раз, 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 раз. Поехали. При этом пол расслаблась. Плечки. Ноги назад, вперед. Два в сторону, но вперед. Два в сторону, но вперед. И два сбоку. Ясно? Поехали. Подсчет. Раз. И делаем мало движений. Ты зачастую, когда в левом сказал, что лучше сделать качественно, но немного. Полностью осознал движение, чтобы техника была идеальной. Но немного. Особенно для ног. Крупные мышцы всегда любят конкретику. Иначе будет воздействие. Нельзя сделать даже 50 мавашек правильно. Я не говорю на 100 или на 1000 мавашек. На Новый год некоторые выполняют по 2000 уважений, по 2400. Болгов там, суки. Нельзя. Потому что тудар настоящий, который имеет в себе тот пресловутый кемен, потенциал всего существа человечества. Физический, психический и так далее. Тудар. Удар. Нельзя таких ударов сделать. Некоторые мастера скажут, что он способен на один удар. Но стена упадет. Если в стену у вас, то конечно только один. Но на тренировке мы 10 сделаем. Хорошо. Давайте. Сейчас сделаем 5 таких шестеронов. 5. Очень качественно. Хорошо. Понимаете. Мальчики в ту лягу, да? И вы сделали тренировку не так плохо. И вы потом еще 2 дня мучаетесь ходите. Почему она? Лучше бы я не приходил. Действительно лучше бы не приходили. Потому что сознание устает. Не тело устает. Сознание. Лучше пойти там погулять. Еще что-то сделаем. Телевизор там. Если вы смотрите, посмотреть. Ну так далее. На какое-то время забыть обо всем. И потом вернуться опять. Но качественно всегда. Но у меня есть вот такая вот. Вот такая урок у меня. У меня тоже случаются такие тренировки. Ну вот. Я говорю в такую ситуацию себе. Следующее. Вот как хорошо, что случилось наконец-то. Плохо. Потому что потом все остальные будут хорошие. То есть. Ну обычно так. Одна плохая. Потом несколько минут. Какое-то больше времени. Уже понимаешь, что все уже некуда. Надо восстановиться. И уже потом все нормально. Ну вот так. То есть. В любом случае. Если какие-то неудачи. Нужно себе стараться стимулировать. Чтобы не было негатива. Ясно? Значит. Сейчас. Вот мы сделали с ногами. Теперь нам нужно сделать. Вот это вот хозяйство. Которое мы сейчас прыгали. С руками. Только все шесть. Два прямых. Про снизу. И два сбоку. Для вас вообще засада. Ну вот. Ну надо делать. Это мы объединили. Да. Вот это все. Вот два прямых. Два сбоку. Два снизу. Понятно, да? Ноги прыгают назад. Однимемные руки вперед. Погнали. Да. Хорошо. Иду. Вращение. Расслабляй руки. Ставим так, чтобы удобно было. Чуть вперед ходить. Расслабляй руки. Такую работу. Простой. Значит. Шагом вперед. Мы атакуем задним ходом. То есть. Раз. Я здесь почувствую просто. Вот это сейчас вот. Угол плеча, чтобы он не ушел сюда. Плечо осталось нормально. Пормально без системы положения. И живот. И нога. Вот эти три точки соединения. И вернулись. Раз. Не спеша. Очень медленно. Прокнули. Ребята. Не сюда. Противник перед вами. На кулак за центральную линию. Еще плечо. Сережа. Плечо. Еще. Еще. Стоп. Пяточку поверни. Правую. И вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. На кулак. На кулак. На кулак. На кулак. Одно сюда. Чтобы стоять на линдов. И живот. Чуть-чуть. Вот. Вот в это положение. Вернулись. И еще раз. Раз. И вошли. Вышли назад. Раз. И ушли. Раз. И ушли. Раз. И ушли. Раз. И ушли. И ушли. Раз. Столочка. Начинаем. Уборки потомцев. Все помогаем. И раз. И раз. Хорошо. Смена стоечки. С другой руки с задней. И раз. Шаг. И раз. И га. Не вот так. Ребят. Смотрите. Не вот так. Не вот так. Отдали ему носок. Силу туда надо. Чемьем. Вот так нечем бить. Туда всю. Вот эта нога. Посмотрите. Бетро поворачивается. И пятка поворачивается. И раз. Все туда. Кулак. Живот. Пяток. Смотрите. Среднее между скручиванием тела. И легкие по голове. Раз. И. Раз. И. Раз. И. Раз. И. Значит. Есть. Способ. Как бы. Удар. Такой. Вот. Момент такой. Значит. Одну. Другую. 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 Одну. Я делаю движение. Я поворачиваю тело во талии. Замахивал. И. Завязываю. Труб. И. Чем? И. Раз. Сжался. Но я не повернулся. У меня локоть. Локоть. Как бы. колено раз для живота среди весь шанс пружине потом вас удалось чтобы пришли по мощности практически но он безопасно потому что за ним запасно чисто морально заднем кир очень живой битка что открываетесь если не правил это стиль не работает долго там еще там что-то страшно бить заднем пока что на рвешь а вот это туда он с передней руки но поскольку вы зарядили все он становится мощным это вызывается как бы скрытый павша обычно как павша он работает с левой стойки право садим если шанс это слабо а тут вроде правила стойка все ждут что у него там 7 а он берет и начинает видны каутирующий удар скринь и то есть вот за счет вот этого движения сжать раз-бам ну давайте сейчас его сделать из и разжать заднем чело к переднему колено и отсюда толкается нога все выпрыгиваю вперед расслабиться и разжаясь два правый локоть идет к левому колено впереди серёза мудришь значит медленно давай вместе нога впереди правый локоть ребят закосовать чуть-чуть не стойте вот так с чарли-чарли закосовать вот смотрите стой стой на месте все смотрят сюда вот противник перед вами вот как я вижу я не после его пятку вижу я вижу всю его сплоту он стоит на канате который вот туда вот если я вот так потянул стой на месте старая стоять это у нас тела масса видео у нас начнется вот так что он стоит ведь я вижу за задину развернись вот и вот еще надо сейчас общего там тоже еще ноги ушли не нашими плечами здесь от они как парень и заказалась многим амута теперь переднюю приготовили кулак жарь сильный лево он пошел сюда раз и право больше на прыжке вперед ба-ба-баку движение вперед скучили варят вот то есть такой стой мне только стоять не жену колеба пали и вот внизу ставим употребление ноги вот там боят вы делаете кито сверху силе все Так колено гнуть невозможно. Такие, то же самое, тот же самый удар снизу, то же раз, два, допустим. Если с этой руки корпус, допустим, по печени так же бьется, заряжает руку. Хиль сезона, который бьют, как бы, с другого слова называться, боксеры все, это боковые прыжки. То есть то же самое, раз, два, на прыжке. То есть я размотал противника, но здесь на прыжке влетают жестко в боковые прыжки. Так же, что в сторону. Рука заряжается, передняя становится, как бы, обладает потенциалом сзади. И влетают туда. Мощно включаю грудные мышцы. Это пока сложно. Сейчас оставим вот этот прямой удар только. Но это уже очень хорошо. Значит, сейчас мы попробуем, что? Из левой стоечки, в левой стоечке, сделаем следующее. Называется азиатский стиль. Значит, будем бить с передней ноги три техники. Майер, Малаш, Йог. Значит, нос маршал. То есть если, допустим, с задним киндором можно легко отрабатывать, как-то более-менее, то с ноги уже спереди начали. Делается что? Мы подшагиваем заднюю ногу впереди. Выносим колено. Бьем. Смотрим, смотрим все. Бьем ноги. Поставили. Подшагнули. Вынесли. Ударили на Малаш. Поставили. Подшагнули. Ударили юг. Все. Ушли назад. Значит, везде подшаг, везде контроль. И еще маленький раз. Дальше делать переднюю руку. Раз, два. Раз, два. Что это такое? Это. Давай. Это. Подблокировка вот этой руки. Потому что если я сделаю раз, он может меня на этот раз дать на башки. То есть пресечь. Это вообще смысл передней руки и передней ноги. Пресекать все попытки противника. То есть как только шевеление. Бам-бам-бам-бам-бам. Должен меня все время как драган везде затыкивать. Поэтому я прежде чем ударить, я подблокировал руку. И туда просил войти. Вот. Задача постоянная. Такой щит активный. Поиск. Я сказал, что назад мы не как пенсионеры. Мы хотели. Поворачивались вот так. Почему это? Мы остались после последнего удара и идем назад. По правилам. То есть, смотрите. Положили ног либо рядом вот здесь, либо вот тут. Да? Положили ногу. И мягко. Тот, кто снизу атакует. Перевод. Расслабленные руки. Прямые. И сбоку. Раз. Задача не отлипает. Руки мягкие-мягкие. Чтобы человек, на которую вы наложили, руки сверху, да? Чтобы он не чувствовал давления. Только контроль. Легкие контроль. Все. И здесь. Раз. И здесь. Все. Потом меняемся. Где-то. А монахи со свитком. Что поставили за монастыря. Шавлей, как обычно. Монахи со свитком. Не напали разбойники. Вот. И он держал свиток здесь как-то, да? И защищался этой рукой. Одной. То есть, как это выглядит? То есть, эта рука контролирует. А та рука. Там вот она защищается. Техники делаются какие? То есть, техники делаются разные. То есть, вот. Есть работа там. Я потом сейчас форму вам покажу. Есть защита не только ладонь вот такая. Есть защита прикладную вот такие. Есть защита подъема. Тыльная, да? Такая. Такая сторона. Разные варианты есть. Обратная ловушка вот эта все. Сюда, 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 сюда. Вот это все. Есть такая работа. Она классической техникой куда-то расходит. Есть такая легенда. Есть наоборот. Работа следующее. Что защищается. Защищается вот эта рука. А это бьет. Видите? То есть, это атакует. Понятно? То есть, я как бы все ловлю сюда. Абью вот это. Все есть. Все имеет место пыль. Да? Как рассказывать, что есть болезнь? Как я хочу. Вот, тут есть такой человек. Сидят там люди тренируются. Я защищаюсь. Раз. Зеркально по возможности. Раз. 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 Не быстро. Желательно на движение. Чтобы у вас получилось. Если я остаюсь, то он уже поддарный. И руки у него не выпрямляются. Останьте здесь. Чтобы меня ударить. И что вы можете делать? Останьте назад. Да. Я уважаю. Он идет ко мне. Я на неволю. Он идет от меня. Чтобы ноги. Чтобы ноги работали. Ребят. Ясно? Да? Это песня. Не надо. Не надо ее не подводить. Вот у вас руки стоят. Это вы делаете медленно. И так далее. И так далее. Когда человек начинает. Кулаки. А вот головы. Понятно? Вот здесь. А у вас. Раз. 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 Пока поднял. Стопа, голень. Пальцы, стопа, голень. Все обработали. Вот такие движения. Теперь со стороны голени. То же самое. Все мышцы. Как следует. Я массаж делаю вначале. Но вперед тоже сразу. И здесь теперь бедуал. Хорошо. И вторую руку. С пальцев начинается. Стучаем. Все. Здесь взяли после колена бедро. Пятки на ладонь. Но. Смотрите. Он держит руку таким образом. Таким образом. Это будет поочередно. Я приношу. Нет. Ничего не делаю. И бегу. И подъем. Вот сюда. Стоп. Он. Малаша. Локоть должен быть на месте. Он не должен быть прижат. Потому что пробьют через локоть. А должен находиться в достарении. В кулаках. Он здесь держит. Можно. Еще раз ударить. Если действие сильное. Можно. Постраховаться. Ладонь. Как бы принимают. И уходят. Вообще. В принципе. Руки. Здесь. При сильных ударах ногами. Руки. Они. Выполняют функцию. В основном. Сенсор. Такой. То есть. Рукой защититься от мощного удара на голову. Очень трудно. Будет травма. Или пробьют вместе с руками. Есть случай. То есть. Задача какая. В долу беден. Малаша. Я чувствую ногу. Да. Или вот. И ухожу. В другой стороне. И ухожу в сторону. Я смещаюсь обязательно. Еще раз. Я смещаюсь. Видите. Если я расстаюсь. Давай. С той же силой. Будет плохо. Смотри. Серьезно. Так вот. Чем мягче. Тем лучше. Вот смотрите. Эффект должен быть такой. Образ. Это как будто вы. Скажем как. Вас толкают отсюда. Идут туда. Вы покатились сюда. Вас отсюда. Вы покатились сюда. Мой ноги постоянно идут. Раз. Я. Раз. Не смеша. Сейчас не смещаешься. Сейчас задача просто. Просто. Сбоку. У них совсем просто. Все. Сейчас у них. Иллюзка. Давай. Один на месте. Понятно? Голенью. Голенью. Значит. Там есть еще другой удар. Корпус. По причине того, что как раз вот этот локоть стоит. Бывает, что нарываются подъемы в уголе на локоть. Это неприятно. Поэтому бьется немножко по-другому. Бьется вот сюда. И бьется часов. Вот этот 45 размер. Огибает. Сейчас это не надо пока делать. Сейчас идем туда. Голенью. Еще раз. Раз. Впереди. И я. Понятно? Да, поочередно. Аккуратненько. Вот здесь все. Вы сейчас будете руки отоватывать. Да, удар. Удар. Слушай, а то опять вы считаете, фронтально стоите. Вот. Значит. Если я бью конь, бью в голову, под ворона. И он ставит блок. Блок ставит. А не так, что... Подставку сделать не будут. Вот. Понимаете? А потом происходит что? Потом ставит рука, и человек бьет в руку, а не в подбородок. Получается программированная безнадежность. То есть он не учится защищать подбородок свой, а второй не умеет бить голову. Вот так незаметно происходит самором. Поэтому вот этот удар сейчас медленно ведет в живот. Вот сюда. Я просто сейчас держу свое предплеще и свое локоть, чтобы защититься здесь. Попробуйте сейчас еще раз. Попробуйте вот с этим контролем. Вот с этим контролем. И раз, и я. То же самое. Раз. Но даже только в живот. Не выше. Ниже можно. Если не затягиваетесь, ниже можно к бедру. Сюда, сзади, в уголе. Да? Выше не надо. Сейчас не лезьте вверх пока. Давайте дорабатываем. Вот это. У вас сейчас получается что? Вы что-бы вот этой рукой жестко втыкаете. И так втыкаете, что до нога не долетает, до ногтя. Нужно, чтобы сделать, чтобы эта получила рука, половину своих обязанностей, и вот это. То есть еще раз. Раз. Чтобы не было ощущения такого, что ударил, а у него болен заболел. Вот это, вот это. Ударь. Раз. Я должен чтиться так, чтобы он не почувствовал ничего. Вы же партнер. Понимаешь, что у нас два человека в городе, у вас, допустим, у нас там пять, примерно, да, тренируются, приходят. Но вы же в пыли должны друг с другом сбывать, потому что используйте человека, тренироваться сами не сможете. А вы так, бум, засаживаете. Ну, понятно, что, а нам доставить боевую технику, боевую технику. Для тебя будет еще полезно, может быть, ты даже знаешь. Вот. Ну, а вы просто посмотрим. Значит, вот ситуация. Частого приема можно сделать только из этой стойки или только из этой стойки. Много не проходит. Есть приемы универсальные, которые могут быть делать из другой стойки. Эти приемы очень хороши для довольств. Потому что вы идете, вот, представьте, идете, вот, ну, хорошо, то есть руки здесь, куда. И человек вот резко бьет ногой на ваших головах. Вот, давай. Резваться к агрессивной лавке. То есть сделать медленно. Значит, руки, на, посмотрите, я поворачиваюсь таким образом, что мои руки находятся так, что они подкреплены телом и ногой. И нога, как бы, глипает вот эти, вот эти руки. И дальше движение ноги на себя, под себя. И вот ворачиваю, спереди сделаю. То же самое, раз, и все, вот затылок здесь, выходит на лоб. Темник очень хороший, очень, 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 бывает, хороший темник. Для, ну, вот, для тех, кому надо. И раз, и, бам. И с другой стороны. Раз, и, бам. Вот, темника одна, что надо, ну, раз сбросил, ушел. Что сюда сбросил, ушел. Лобок – это очень жесткая структура. Это надо, надо такие вещи знать, надо, как бы, ну, это перспектива, возможно, какая-то. Вот, сейчас, значит, давайте, следующая работа. Избудим стольчик, мы сейчас будем бить заднюю кость шагу под дорогу. И защита вот такая. То есть я поворачиваюсь больше бога и сбросаю свою руку подставку ладони вперед, сюда, на флаг. И, раз, раз, я вам теперь пошел, раз, и, раз, и, раз, и, раз. Другой перебой, да. Переднее плечо поворачивается. Раз, и, значит, раз. Еще, точно в голову. Есть поставка ладони вперед, смотри, получилось. А есть поставка плеча, где, раз. А есть комбинированная защита, вот. Вот что нужно сделать. Как бы я, как бы, плечом поддеваю его руку сюда. Ну, это, поддеваю, когда перекачаюсь, вес тела, сюда. Ну, если только из этой компактной защиты, да, я, ну, как, бам, сюда. Еще раз, раз, я, вот. Еще раз, и, друг, раз, хорошо. Раз, и, раз, сейчас поощренно, раз, раз, и, два. Сейчас старайтесь ударить не быстро, но глубоко, с таким вот ощущением, что вы бьете хорошо. Вы выставили полностью структуру удара. А второй поворачивается передним боком и задним углом, да. Вперед. Перекачивай, вес тела. Не просто. Давайте. Да, раз, стойка, считается классически, даже очень, и вставай, стойка, два. Это, это стойка не ущербная, да. То есть я закрыл здесь плечо, у меня корпус заднёт локтём, живот закрылся плечем. Он может атаковать дальше, в голову, да, дальше здесь прямой, вот поднятие локтя, да. Я дальше, например, с этой стороны убил прямой, я выбрасываю прямой на прямой, движение отсюда прямой. Вот этот прямой. Вот, посмотрите, вот, стой на месте. Вот движение. Отсюда прямой. Отсюда прямой. Вот этот прямой. Очень много на самом деле разновидностей вариантов прямого удара. То есть вот позиция, вот позиция, но она не замёрзшая. То есть это не такой стоп-кадр надолго. Понимаете? Это эпизод. Раз, раз, раз. Руки ищут. Такая защита бывает. Когда ты человеку прижимает, когда я сюда. Бывает так, бывает так. Чего-то не бывает. Руки живые. Это просто кусочек, как бы раскатровка. Любая тема критикуема. Любая. Такое положение, вот такое. Отсюда, чтобы сюда, везде. Это эпизод. Прошу вас правильно понимать, что это эпизод. Сейчас вам нужно просто выцепить внимание под задней прямой поставку ладонь плеча и взимнуться боком перекачать вес. Посмотрите. Есть работа какая. Дворку делай. Раз, два. Вгол. Раз, два. И возвращайся сразу. Я делаю на эту дворку. Делаю другую комбинацию. Задней прямой и боковой. Раз, два. Вот я за одну позицию сразу улетаю туда. И защита какая? Медленно. Значит, раз, раз, два. Теперь он защищается плечом, плечом. И тут рука должна быть дизбит. Защищается с этой стороны предплечье. Нет, только не расключим защиту. Ты вот так. Ты просто ждешь. Получается совершенно экономично. Раз, два. Раз, два. Раз, два. То есть, ударь сзади. Прямой перед ним. Раз, два. Видишь, я ничего не делаю. Она просто как новая, гораздо новая. После этого, после определенного вида защиты, делали темно, к нам привыкнуть. И все. Так, так делается. Разновидности. Чем больше арсенал, тогда возможности защититься, тем лучше, чем лучше. Хорошо, сейчас оба сделаны. С двух сторон пристучали. Да, оба. Хорошо. Сейчас, значит, делаем следующее. Сейчас передней рукой, передней рукой, делаем движение вот этого. Раз. То, что мы сейчас отрабатываем. И бьем в голову мощно. Для вашей задачи поставить сейчас руки, чтобы вы почувствовали атаку более человеческим костям, что называется. Давай. И раз. Два. Хорошо. Ставим. Я попрошу теперь. И раз. Два. И он. Раз. Два. Понятно, да? Еще раз. Раз. Можно попробовать здесь встречать. Повторяем вот сюда, ниже. И, значит, в эту руку мне нужно нажать аккуратно, как на блокку, где-то в передней ногой ноги. Раз. Поставим. И потом по шагу еще раз. Сделаем по-рудуем два. И вот теперь аккуратно. Раз. Длинно. Поставим. А, нет, все переднее. Все переднее, на нас. Они пока все переднее были. Еще раз. Раз. Я отшагу, чуть-чуть отшагу. Два. Я сказал, да? Здесь, здесь оставаться, чтобы мы тут провозим. Бегем до сюда. Теперь я. И раз туда, ты длиннее. И два. Здесь же все на корпус. Плачем. Все переднее. Поставили, подняли, ударили. Поставили. Все не спеша. Пусть. Посмотри, что эффект такой. Происходит. Я сделаю. Я делаю раз, а вот сюда. И у нас как будто гирю там привязывают нам. Она вот здесь. Бум. И упадаете. Прямо на это кулак. Выдача какая? Нужно сделать. Раз. Раз. И сюда. Поставим. Вот чуть-чуть находит. Раз. Два. Отсюда. Раз. Теперь он работает. Моги. Подавил. Раз. Дашь. Два. 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 Продолжение следует...